Зверь-машина Лучший друг человека Предприниматели Архангельска создают уникальные мотобуксировщики И о здоровье нужно подумать В регионе набирает популярность народный напиток Иван-чай Не игрушечный бизнес на игрушках Расскажем историю кукольных дел мастера Об этом и не только в сегодняшнем выпуске Я, Аким Самедов, вас приветствую И вначале коротко о самых актуальных темах недели Областные парламентарии в итоговом варианте приняли закон Согласно которому застройщики смогут получать земельные участки Для возведения жилья из областной или муниципальной собственности Взамен инвестор должен будет передать часть квартир государству При строительстве от 20 тысяч квадратных метров Суть закона в этом От 7% выделяется муниципалитетам Застройщикам бесплатно передается квартиры Которые будут использованы для расселения Из аварийного жилья детям-сиротам И, так скажем, прочим категориям нуждающихся жителей В Поморье будет проведен кадровый аудит Чтобы понять, где есть серьезный дефицит специалистов О важности этой работы в своем недавнем послании Говорил президент Аудит поможет и для формирования кадровой стратегии региона Разработка которой уже началась Обращаюсь еще раз ко всем руководителям отраслевых направлений Отработать этот вопрос И провести аудит своих направлений Выявить наиболее дефицитные перспективные направления В первую очередь это касается здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры Тем временем агрохолдинг «Велозория» стал первой компанией в Архангельске С которой Сбер подписал соглашение нового типа Речь идет о внедрении инновационных разработок, технологий и продуктов банка Которые смогут повысить степень цифровизации всех рабочих процессов Наши цифровые и облачные технологии Это хранение и обработка биг-дейта То есть большого объема данных Которыми мы тоже занимаемся И которые позволяют клиенту в свою очередь Ускорять процессы как реализации продукции Так и оптимизации цены на ту или иную продукцию В зависимости от пожеланий физических лиц, покупателей продукта Ну а в Онежском районе идет поиск полезных ископаемых Геофизическая разведка ведется с воздуха На борту вертолета специалисты из Новосибирска Винтокрылая машина поднимала в небо антенну, которая вела съемку Проводят ее на левом берегу реки Онега Работать специалисты будут в течение недели Этот питомец вас точно дождется Железная собака для охотников, рыбаков и для туристов Производит зверь-машину местный предприниматель И кстати, товарный знак официально зарегистрирован Мотобуксировщики в стиле охотника в белом камуфляже Либо рыбак в красных одеждах Или зеленый а-ля турист Зверь-машина сегодня заняла хорошие позиции Среди тех, кто любит выезды на природу В самые труднодоступные места Идея открыть такое производство мотособак Зародилась у Вячеслава Железникова 6 лет назад А первый буксировщик на гусеницах Увидел свет в 2019 году Сегодня мастера на все руки в своих цехах сделали еще одну обновку Мы выпускаем свои модернизированные мотобуксировщики Которые эксплуатируются как в зимний период, так и в межсезонье То есть для межсезонья мы разработали специальную уникальную подвеску Это подпружиненные цельные резиновые колеса Чтобы мотобуксировщик можно эксплуатировать Было круглогодично Для развития производства Агентство регионального развития Помогли бизнесу создать сайт А также оказали поддержку в регистрации товарного знака На фоне подорожания продукта Кто-то покупает дешевые аналоги А кто-то решает сам производить достойную альтернативу И следующая история как раз об этом Илья Исаков открыл свой семейный бизнес еще 5 лет назад А производит он Иван-чай Идея родилась, когда на общем тренде в 2014 году начали дорожать чаи Поэтому было решено, нужно делать свой, качественный, хороший, который не будет зависеть от колебаний на рынке А еще чай весьма приятный на вкус и цвет, имеющий мощный оздоровительный эффект В народе его называют чудо-напиток Иван-чай очень богатая палитра Все зависит от степени ферментации Есть легкая ферментация, есть глубокая ферментация Мы делаем глубокую ферментацию Это насыщенный цвет, насыщенный вкус Черный чай получается Палитра очень богатая От ноток цветов до вкуса чернослива А если это добавлять купажи, различные ягоды То тут неограниченное количество вкусов получается Иван-чай очень полезен и вкусен Поддержку в реализации Иван-чай оказывает Агентство регионального развития Они взяли на себя расходы по разрешительной и согласовательной документации И, конечно, помогают с информационным сопровождением Новогодние игрушки летом Почему бы и нет? Для наших предпринимателей нет ничего невозможного Тем более, если душа и руки заняты любимым делом Побываем в гостях у кукольных дел мастера Ирины Черепановой Оказывается, сезон продаж новогодних игрушек стартует уже в июне Поэтому их производство начинается в январе Это мануфактура известного кукольного мастера Ирины Черепановой Изготовлением авторских кукол мастер увлечена еще с 2009 года А с 2016 открыла новое направление – елочные игрушки Почему елочные игрушки? Потому что хотелось, чтобы наши игрушки, куклы, их стали коллекционировать То есть они могли бы передаваться из поколения в поколение и стали бы семейной реликвией То есть это качественная экологическая игрушка, выполненная из ваты и картофельного крахмала А личико – это реплика антикварной куклы Личико, каркас, различные атрибуты к игрушке, роспись, упаковка – все эти процессы занимают много времени Поэтому уже сейчас работа кипит, как в доме у Ряда Мороза Производят 10 различных новогодних коллекций Эти произведения искусства ждут коллекционеры по всему миру Ведь благодаря поддержке Агентства регионального развития Северодвинский товаропроизводитель вышел на международные маркетплейсы Для начала мы получили помощь по созданию сайтов на маркетплейсах Это Yeti и eBay То есть мы их создали После этого мы создали сайт русско-англоязычный То есть у нас уже рабочих три сайта Благодаря этому у нас получилось экспортировать нашу продукцию за рубеж То есть их стали покупать Австралия, Перу, США По итогам продаж в этом году монофактура Ирины Черепановой Стала победителем регионального конкурса в номинации «Экспортер года» А сегодня к нам в бизнес-панораму Были приглашены сразу трое гостей В центре внимания день подрядчика Площадкой которого стала точка кипения САФУ Узнаем, какие задачи ставит перед собой проект А заодно поговорим о наболевшем и актуальном строительной сфере Итак, у нас в студии президент торгово-промышленной палаты Архангельской области Виталий Лачехин Исполнительный директор Союза профессиональных строителей Андрей Бесерт И генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский Здравствуйте, Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, для чего проводится день подрядчика? Ну, хочу сразу сказать, что день подрядчика – это не какое-то наше новшество Оно уже проводилось в свое время корпорацией развития Архангельской области И данное мероприятие нацелено на открытый диалог малого и среднего бизнеса с крупными производственными организациями нашего региона Для того, чтобы был открытый диалог, чтобы было понимание, каким образом с ними можно взаимодействовать, участвовать в закупках Тем более, что на наши мероприятия мы пригласили разного рода предприятия, как государственные, так и коммерческие Андрей Сергеевич, расскажите нам, в первую очередь, что нужно амбициозным предпринимателям в нашем регионе для участия в конкурсах? Всем добрый день Хочу сказать, что очень рад, что на сегодняшний день совместно с Торгово-промышленной палатой, с Агентством регионального развития Получается провести такие значимые мероприятия, потому что это такой ноу-хау, наверное, на сегодняшний день Именно в рамках строителей проведения такого рода мероприятия Но, конечно, для того, чтобы новым организациям зайти на рынок, вот такого рода мероприятия они будут помогать Потому что на сегодняшний день очень много разных конкурсных процедур, у каждого предприятия своя процедура Ну и для того, чтобы все понять и, так скажем, все пережить и совместно с крупным поставщиком пройти весь этот путь Нужно вот такие мероприятия устраивать Ну и день подрядчика, мы надеемся, что будет из года в год проходить И он будет только приобретать и приобретать новые организации, которые будут участвовать совместно вместе с нами в этих мероприятиях Спасибо Максим Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, как Агентство регионального развития поддерживает малое и среднее предпринимательство в этой сфере? Смотрите, у нас целый комплекс услуг для бизнеса, в том числе для строительной отрасли Мы являемся и партнерами по ряду образовательных мероприятий, с коллегами СРО проводим целую серию мероприятий Мероприятий, нацеленных на повышение уровня, квалификации, закрытие каких-то вопросов, которые возникают у строительной отрасли Второе, мы при реализации проектов строительства, производства строительных материалов берем на сопровождение, оказываем полный комплекс услуг Начиная от подбора земельных участков, продолжая структурированием финансовых инструментов, решения с техническими услугами и так далее Для того, чтобы эти производства открывались Ну и сейчас с арктической зоной также есть проекты, которые заявляются в резидентство Коллеги видят потенциал для того, чтобы снижать налоговую нагрузку, получать более длинные и дешевые средства Где-то, если сумма 300 миллионов, можно претендовать и на инфраструктурную субсидию Поэтому такой тоже хороший вклад в развитие данной строительной отрасли Но немаловажно стоит отметить, что в прошлом году произошло изменение И теперь есть такой формат, как масштабы инвестиционные проекты При строительстве от 40 тысяч квадратных метров Есть возможность получения земельного участка без аукциона Там есть определенная нагрузка в социальный Задачи, определенные решения должны быть предоставлены потом в бюджет С точки зрения социальных объектов Но тем не менее, есть уже один проект И на сегодняшний день мы видим еще три проекта У нас готовятся к этому же процессу Скажите, пожалуйста, после последнего обращения президента У вас появились какие-то новые проекты или планы? Ну, смотрите, мы дофинализировали практически И тоже сейчас уже предоставляем услугу брокерского центра Когда любой предприниматель, в том числе строительной отрасли Если говорить не про микокредиты до 5 миллионов, а выше Имеет возможность подать к нам заявку И попасть в 10 банков, которые оказывают льготное кредитование по ставке 7% Таким образом мы упрощаем процедуру получения кредитования Понятно, что нужно соответствовать всем требованиям Но таким образом не нужно ходить в разные банки Вот такая первая история Ну и, наверное, там большое количество решений будет с точки зрения ИЖС Вообще строительство, потому что, да, действительно, президент там отметил Акцентировал регионы Кто готов действительно подходить комплексно к развитию территории Для них будут предоставляться так называемые государственные мероподдержки Тут, я думаю, с Министерством строительства, строительством Сарканской области Тоже будут выработаны дополнительные механизмы Которые позволят нашей отрасли строительной более успешно эти возможности использовать Ну, не использовать их вообще неправильно Поэтому тут только будет командный, мне кажется, зачет всех игроков Начиная от действительно саморогливейшей организации Строительной отрасли, самих профессионалов И продолжая, наверное, регионом, властью для того, чтобы это усилие И послание президента использовалось на нашей территории Спасибо Андрей Сергеевич, стали закупочные процедуры проще для предпринимателей сегодня? Вы знаете, конечно, на каждый, так скажем, жизненный этап Отводятся определенные моменты Раньше эти процедуры, наверное, были в более какой-то простой форме Это все модернизируется Но ведь закупочная процедура – это определенный отбор организации Если организация не может изначально правильно подготовить документы Для того, чтобы участвовать в том или ином процессе То потом, наверное, будет сложно и выполнять работу И исполнительную документацию готовить Которую на сегодняшний день иногда заказчики Не иногда, вернее, а довольно-таки часто заказчики подходят довольно-таки жестко к тому Чтобы исполнительная документация была и правильно, и корректно выполнена Поэтому говорить о сложности, наверное, не настолько То есть мы на сегодняшний день справляемся Строительная организация и строительная отрасль справляется Как мы видим, так скажем, несостоявшихся аукционов не так и много Ну а вот такое мероприятие такого масштаба Оно позволит участвовать не только в государственных процедурах Государственных торгах, но и поработать с более крупными частными заказчиками Которые постоянно обращаются в том числе и к нам, саморегулированную организацию С просьбой помочь найти подрядчик на тот или иной фронт работы На сегодняшний день мы, как одно, наверное, из самых крупных объединений В Архангельской области, Ненецком автономном округе Объединяем почти 562 строительных организации У нас на сегодняшний день и союз проектировщиков Которые в районе 302 или 303 организаций И союз изыскателей Порядка 60 организаций, которые занимаются инженерным исканием Поэтому милости просим и крупные организации И другие сферы, которым в любой момент готовы оказать всю поддержку Помощь и рассказать про каждую организацию в нашем регионе Спасибо Виталий Александрович, расскажите, а какую работу торгово-промышленная палата Ведет с игроками рынка? Как поддерживает? Ну, смотрите, у нас, мы как общественная организация Естественно, мы и экспертная организация крупнейшая в России Мы оказываем ряд экспертиз, в том числе строительных, товароматериальных И большое количество на самом деле Подаем форс-мажорные сертификаты Консультируем предпринимателей, так же как и агентство регионального развития По юридическим вопросам, по открытию бизнеса, поведению и так далее Поддерживаем предпринимателей в их спорах с госорганами И если необходимо, то идем третьей стороной суды Давайте к дню подрядчика еще вернемся Скажите, какие у вас ожидания от этого дня? Ну, смотрите, ожидания несколько, на самом деле Это для каких-то предприятий Это расширение списка подрядных организаций для себя Кто-то, может быть, сразу заключит какие-то соглашения Кто-то поймет для себя, что он еще пока не готов И, возможно, в процессе вот этого диалога Он осознает, какие моменты ему еще нужно поработать Вот Ну, наверное, пока вот такие вещи Спасибо вам большое Ждем вас еще у нас в Костя Субсидии банкам на кредиты МСП намерены урезать Об этом сообщают известия Правительством решено изменить лимиты и сроки кредитования Уровень компенсации дешевой процентной ставки также предлагается урезать Введен и запрет на получение льготных кредитов для компаний Чьими учредителями с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес Пока ждем окончательного решения Познакомимся с другими федеральными новостями Правительство продлит программу туристического кэшбэка до конца года Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин Все согласно поручению президента Правительство собирается дополнительно выделить на программу 4,7 миллиарда рублей В марте было направлено 2 миллиарда на реализацию третьего этапа Кэшбэк получили почти 700 тысяч россиян Возврат от покупки будет составлять 20% от ее цены, но не более 20 тысяч рублей Оплату необходимо произвести банковской картой МИР В стране тем временем появилась курьерская платформа на базе искусственного интеллекта Сервис прямиком работает в корпоративном сегменте Его услугами пользуются маркетплейсы, логистические операторы, службы курьерской доставки Существует он 4 месяца и вышел в 70 городов России и планирует запуститься в Европе В 2020-м собственники вложили в компанию 451 миллион рублей Банк России ожидает, что оборот наличных средств в России сократится в 2021 году На объем наличности также будут влиять такие факторы, как уровень развития системы быстрых переводов Совершенствование способов онлайн оплаты, внедрение цифрового рубля Потребность туристов наличных на фоне открытия границы и так далее ЦБ прогнозирует постепенный возврат части наличных средств в банке Например, если ставка по депозитам начнет расти Отказываемся не только от налички, но и от уже одобренной ипотеки Об этом сообщает портал Rambler Около трети россиян, получившие согласие от банка, в дальнейшем стали искать более выгодную процентную ставку Есть и те, кого не устраивают сроки кредита А вот уровень просроченной задолженности по ипотеке в Калининградской области, Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесии, Чечне и на Алтае В прошлом году в несколько раз превысил среднероссийские показатели Однако в этих регионах было выдано всего около 1% от общего объема ипотечных кредитов Помните, кто владеет информацией, тот владеет миром Будьте в курсе всех новостей, а мы поможем в этом Встретимся ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова